здравствуйте друзья вы знаете я теряю вес и в общем возникла необходимость уже пойти как-то себе можете и задержанки там вот брюки ну вам не видно но купить штанишки у меня размер был 38 вот уж как они там меряют американские не знаю в общем 38 размер в поясе и длина это 34 наверное тоже это в дюймах да там пояс и значит высота значит 38 на 34 ну совершенно очевидно друзья что если человек худеет то у него может быть уже не 38 а там 36 может быть даже 34 я не знаю там все-таки кости не только жир там или мышцы но во всяком случае 34 это точно 34 продаж меньше что не станешь ростом то я если так и усохнуть по вертикали я такой себе представить не могу там же кости короче пошли мы посмотреть там вчера так получилось что я на работе не был разные дела дома делали пойдем магазин сходим пошли в магазин тут посмотрели там посмотреть что-то не то и там гэп значит рядом я думаю ну гэп почти молодежный магазин но с другой стороны чё я я вполне так и да подержали в молодежный магазин г заходим в гэп и там вот прямо штаны ну вот то что мне надо вот как как я себе представлял все хорошо много там это все такое и вежливо так подходит продавщицы говорит что такое мы принципе и сами можем стопки выбрать ничего страшного нет но она нет 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 все так это культурно выбирает мы объясняем тут 36 значит я я исходил из того что на поясе 36 я бы 36 вот 34 она достает значит ну и там разных цветов вот эти вот на мне черненькие а те такие были но не белые но так в ту сторону как у нас год of white и вот значит взял я две пары пошел примерочную со светом естественно критично осматривает одеваю черные но вот то что надо прямо год что доктора прописал понимаешь хорошо так нормальненько все отлично потом значит берем те которые светлые они ведь так просторного так кулак входит вот тут на поясе я может размер не тонны как бы нет смотришь вроде тот же размер 36 на 34 там туда сюда но нужно доживайте но мешок но нереально света говорит ладно пойдут 3 4 найду значит уходит через минутку возвращается значит описано 34 на 34 хорошо надеваю 34 до 34 пояс идеально вот тут идеально совершенно а значит четвертую коротковатый но и я бы свет коротковатый она говорит но не может же быть короче если оба 30 смотрим проверяем номера тут 34 и там 34 значит света г но не может же она быть 234 и и разной длины я буду давай приложим прикладываем разница вот такая примерно вот дюйм я думаю может они знают как вот сделают штаны потом думают а какого они размера и так по мере ты г но это скорее 34 чем там 36 например и вот как то так может быть они их света г нет ну там же если кола они же по лекалам краят и они должны принципе все быть одинаковые и я согласен с этим то есть понятно идея лекала понятно наверное там какой-то станок стоит он сразу шлепает то в большом количестве и и они по идее должны быть одинаково но у них разный цвет разный цвет и вот эти вот тут какая-то тонкость и вспомнил я как мы студенческие годы из института связи нас посылали там рядом в сторону ухтомки в лефортовом и институт в лефортово там метро авиамоторная тогда было не знаю как сейчас называется прямо возле метро авиамотор ты а так немножко в сторону там по переулочкам там была чай разветочная фабрика туда в сторону ухтомки какая с каким-то номером там я не помню и нас туда посылали дать так серия то в колхоз пошлют 100 на овощебазу какую-нибудь вот то значит а чай разветочную фабрику один раз мы там были на чай разветочной фабрике у меня все воспоминания с одного раза и и там такой знаете процесс рулончики такие знаете с этикетками там чай грузинский первый сорт такой бобину такую ставит это там мотает или там чай индийский там со слоном там бафа первый сорт это я нам мотает вот а наверху так ну там такое устройство на сверху вниз так идет такой такая лента это из мешка высыпают или там из коробки из чего у них там такой ночью россыпью вот а дальше оно так начинает там сходить вниз и там по коробочкам упаковывается этикеточка наклеивается и дать пошел и вот там як я сейчас выбирать чего я клоню значит там они сверху сыпет а внизу соответственно там бобину эту ставят с этикетками и так это естественно связи такой нет знаете электроники тоже не этот время какое вот и там голосом все команды подаются значит вот стоит женщина там наверху и за сыпает туда в емкость такой засыпает чай из которой потом рассыпается воронку такую и но там уже есть какой-то чай не то что она воронка пустая знать вообще там ничего нету там что-то такое есть немножко осталось вот столько а дальше она с ящиками туда бабах высыпает и кричит туда в них люся грузинский первый сорт значит это брат поменял бобину потом опять там тот чай кончился она чё-то засыпает лечит люся а там индийский первый сорт значит оставить со слоном и вот так они работают то есть я тогда тоже подумал с интересом что вот они люди которые чай покупают у них может вот этого девиация привести к тому что вроде берешь там грузинский третий сорт а там на самом деле индийский первый и наоборот может быть берешь индийский 1 там азербайджанский там допустим 2 так по все может получиться и она вот они шьют так знаете вот ну а чё действительно хотя вроде фирма приличная гэп ребята гэп я помню когда гэп только возник мама родная это такой был ажиотаж их как у них акции перли и так далее но вот ну хорошо понятно они не в америке шьют они могут в китае или там день в бангладеш но там же они оборудование ставят это же матери материалы хорошие должны быть там оборудование хорошее никогда не работал в легкой промышленности вот но вот такая занимательная фигня то есть когда бывает чуть купишь на интернете это правда там смотрят там строчка какая-то неправильная ли там еще что-то бывает но из китая там прямо на месте где там наклепали и прислали я могу понять но когда на тебе лейбл гэп и в итоге у тебя значит либо тебя на брюхе вот тут либо у тебя дюйма . делаем на брюках значит те дюйма не хватает в одном и том же размере эти вот дюйм в одну сторону дюйм в другую сторону это уже два дюйма то есть между какими-то дюйм между какими-то двое-два вот в общем это в наше время я хочу искать тот в космос уже частник корабли запускает уже автомобили без водителя ездить давайте а штаны вот все так вот и и надпись гэп это к вопросу о качестве такая вот такая такой вот репортаж друзья интересный